А в этом видео расскажу о том, как работать с датой и временем публикации максимально удобно и быстро. Допустим, мне нужно опубликовать 150 объявлений по 5 объявлений каждый день на протяжении 30 дней. Для начала мы заполним дату и время публикации первого объявления, пусть это будет 1.01.2022.09.00. Второе объявление мы будем публиковать, к примеру, через 2 часа. Мы просто копируем первое, вставляем во вторую ячейку и меняем время на 11.00. Далее нам остается заполнить еще время на 3 объявления этого дня. Мы просто выделяем первую и вторую дату и время публикации, тем самым показывая шаг 2 часа, берем за этот синий квадратик и протягиваем вниз на 3 ячейки. Получаем результат. Остается 29 дней по той же логике, как и первый день. Мы берем дату и время первого объявления второго дня, нажимаем два раза на ячейку, нажимаем знак равно, кликаем на дату и время публикации первого объявления, плюс 1 и получаем второе число 9 утра. Нам остается только лишь протянуть в самый низ все эти даты. Как мы видим, 30 число, 5 объявлений с 9 до 17 и так у нас каждый день. Вот собственно и все у нас стратегия по размещению создана. Нам осталось разобраться в том, что такое часовой пояс. Если мы работаем в часовом поясе Москва, трогать это не нужно. Если вам нужно поменять на Калининград или на Камчатское время, вы меняете. Соответственно, если у вас объявления публикуются в разных городах, чтобы придерживаться времени, то обязательно ставьте свой пояс для каждого объявления отдельно. Дата окончания размещения, соответственно, если вам нужно, чтобы ваше объявление каждый месяц активировалось автоматически, не трогайте эту ячейку. Если вам нужно, чтобы оно один месяц отработало, нажмите знак равно, ячейка, к которой ее относятся, и плюс 30 дней. Мы получим дату окончания размещения ровно через 30 дней после публикации. Объявление, соответственно, не будет активироваться. Если нужно в другое время какое-то, вы можете прописать плюс 10 дней, пусть оно поработает и все. Оно уйдет в архив после этого. Если вам нужно сделать это во всех объявлениях, то вы просто берете и протягиваете на все 150 дней. Хочется добавить, что можно... Допустим, вы сделали план постинга, и вам нужно его сдвинуть теперь на один день, потому что вы решили отсрочить публикацию. Мы берем, здесь ставим знак равно, плюс 1, получаем результат. Протягиваем все это дело вниз, получаем все даты сдвинутые на один день, правильно? Теперь копируем Ctrl-C, и чтобы нам вставить, мы помним, что здесь формула. Если мы просто вставим, мы получим какое-то непонятное число. Нам нужно вставить не Ctrl-V, а Ctrl-Shift-V, тем самым мы ставим не формулу, а значение. Теперь мы получаем здесь, видите, не формула, а именно значение. Все, это можно дело удалить. Сразу подмечаю, что если вы удаляете, нельзя удалять с названием столбика, нужно удалять, зажав клавишу Ctrl или Command, убрав из выделения название столбика, и только после этого удалять. В принципе, все, с датами работать очень просто, если пользоваться формулами-вспомогательными. Успехов!